Диана видела, как в подъезд вошла светловолосая девочка. Она ускорила шаг, чтобы успеть поймать дверь до того, как её намертво прихватит электромагнит. «Подождите меня, пожалуйста!» Аня, уже вошедшая в лифт, подставила ногу в закрывающейся двери. Они без оба сдавили ступню и нехотя разошлись, пропуская темноволосую девочку. Та улыбнулась благодарно. «Вам на какой?» На право хозяйке лифта спросила Аня. «На седьмой», – ответила Диана. «Мне выше на девятый», – сказала Аня и нажала на кнопку цифры семь. Лифт загудел. Ускорение приятно придавило на мгновение к полу. Две девочки ещё раз улыбнулись друг к другу и отвели взгляд, испытывая ту неловкость, что дарит замкнутое пространство двум незнакомым людям. Индикатор мигал, отчитывая этажи, как вдруг погас. Одновременно с этим лифт заскрежетал и резко остановился. Несколько секунд девочки испуганно смотрели друг на друга, а потом финальным аккордом случившейся неприятности над их головами глухо хлопнуло, и лифтовая лампочка погасла. «Я, конечно, слышала, что если поспешить, можно людей насмешить, но что при этом можно ещё и в лифте застрять?» – сокрушённо сказала Диана. «Это первый раз, когда моя вежливость навредила кому-то», – ответила ей Аня. «А если серьёзно, то нужно позвонить в лифтёрную. Только я телефон дома забыла». «Секунду, а у меня почти разрядился». Диана, посвечивая экраном, нашла на стенке номер лифтёрной. Набрала его. «Алло, здравствуйте, а мы в лифте застряли. Дом 26, первый подъезд». Из трубки раздался голос лифтёра, искажённый мобильной связью, хриплый и громкий. «Очень плохо. Я уже иду к вам. Главное, не оставайтесь в темноте». «Что?» Диана озадаченно посмотрела на Аню, но та тоже нахмурила брови, не понимая странной фразы. Но в трубке уже раздавались гудки. Едва вызов был сброшен, как телефон мигнул красной лампочкой и отключился. Чудо, как в нём хватило заряда, чтобы сделать этот звонок. «Что он имел в виду?» «Не знаю». «Странный он какой-то, как будто чего-то испугался», – сказала Диана. «Ну, по крайней мере, он спешит, а то тут сквозит жутко, не хватало простудиться». Последовало недолгое молчание. «Не подумай, что я сумасшедшая, но тут кое-что странное. Двери нет», – сказала Диана. «Ты разыгрываешь меня?» «Нет». Страх в голосе Дианы был таким неподдельным, что Аня нащупала плечо соседки по заточению в лифтовой камере и, подвинув её, попыталась дотронуться до двери. Но рука встретила только пустоту. «Ничего не понимаю». Она появила ладонью по сторонам, но вместо тесной металлической кабины вокруг была пустая темнота. «Если это шутка, то очень глупая», – рассерженно сказала она. «Согласна». Девочки взялись за руки. «Ты слышишь?» – спросила Диана. «Сова? Да ну бред!» Лёгкий прохладный бриз шевелил волосы девочек. Они прислушивались к шуму, окружавшему их. В нём угадывался шелест листвы, далёкое уханье совы, стрек и цикад. И чем больше они вслушивались в этот шум, тем явственнее он становился. «Что будем делать?» – спросила Аня шёпотом. Диана ответила не сразу. Ей показалось, что где-то сбоку трястнула ветка, будто там прошёл кто-то. «Я думаю, не стоит отпускать друг друга. Да и с места сходить что-то не хочется», – согласилась Диана. Аня, не расцепляя рук, присели на корточки. Под ногами зашелестела трава. «Выберемся отсюда, куплю фонарик», – прошептала Диана. «А я никогда больше не буду ездить в лифте». Аня начала потряхивать от холода. То ли это было обман зрения, то ли глаза действительно начали привыкать к темноте. Но девочкам чудились стволы деревьев и качающиеся ветви над головами. Но что ещё хуже, в темноте вдруг загорелась пара огоньков. Почти сразу же с другой стороны загорелась ещё пара. И ещё, так что девочки увидели их одновременно. Огоньков становилось всё больше. Они мигали, кружились почти у самой земли, приближались. «Пошли прочь!» – закричала Диана. Аня принялась шарить по земле, пытаясь найти хоть ветку, хоть камень. От пробежающихся туслых огоньков шло тихое, но от этого не менее жуткое утробное рычание. Вдруг они затихли, прижались ещё ниже к земле. Из темноты стал слышен хруст веток. Среди невидимых в темноте стволов деревьев замелькал огонь. Настоящий живой, в отличие от этих мертвенно-бледных точек, что сейчас метались вокруг девочек и чего-то волнуясь. «А ну-ка, проваливайте!» Темнота осветила с ярким светом факела, который держал в руках пожилой седой мужчина. Он размахивал шипящим факелом, который разбрасывал искры на скрубленные спины тварей, отдалённо напоминающих волков, но с безобразной свалявшейся шерстью, грязной покрытой колтунами. У них были длинные острые уши, и уродливые пасти, из которых торчали кривые клыки. Они пытались уворачиваться от разъярённого мужчины, но тот тыкал в их морды пылающим факелом, заставляя звизговать, пинал их ногами. Их было несколько десятков, но спустя минуту все они обратились в бегство. И они с Дианой видели, как некоторые из них, у Лепётова и прочь, поднимались на задние лапы. «Как же вас угораздило?» сокрушённо спросил мужчина. Он поднёс факел поближе к щурящимся от яркого света девочкам, внимательно осматривал их. «Всё в порядке? Они не успели вас укусить?» «Нет?» «А вы кто?» «Лифтёр я». Мужчина облегчённо выдохнул. «Сейчас будем выбираться отсюда, закройте глаза». Он подошёл к девочкам вплотную, те послушно зажмурились. Раздалось знакомое жужжание, а затем резкая остановка, и девочки ощутили краткий миг невесомости, такой родной, а того ещё более приятный. Они распахнули глаза, и в то же мгновение лампочка мигнув загорелась, а двери поползли в стороны, выпуская их в подъезд. «Ну, выходите!» Лифтёр аккуратно потолкнул девочек в спину. Он и сам вышел вслед за ними, потушил факел о бетонный пол. «Хотите совет?» И, не дожидаясь ответа девочек, продолжил. «Ходите по лестнице пешком, пока молодые». Диана и Аня испуганно смотрели на мужчину. Теперь при свете было видно, что его руки покрыты шамами, оставшимся от старых рваных ран, а лицо местами обожжено. «Не бойтесь, всё хорошо. Бывайте». Лифтёр развернулся и пошёл вниз по лестнице, заметно прихрамывая. Девочки переглянулись. Всё произошедшее оказалось сном. Вот только кроссовки в обеих были мокрыми от росы. «Восьмой», сказала Аня, кивая на цифру, нарисованную на белой стене. «Ага», кивнула Диана. «Ну, пока». «Пока». Обе они вздрогнули, когда лифт зашумел и уехал. Диана махнула рукой на прощание и побежала вниз по лестнице на свой седьмой этаж. Аня послушала, как внизу открылась дверь, на несколько секунд выпустив подъезд звуки веселой вечеринки. В лифт на первом этаже кто-то вошёл. Двери с металлическим стуком закрылись. Кабина поехала вверх. Аня ждала, сама не зная, что она хочет увидеть. Так совпало, что лифт остановился на том же этаже, где стояла девочка. Двери открылись, и на приставленный взгляд Аня напоролась какая-то тётка. «Господи! Девочка, тебе чего?» спросила она, протискивая мимо неё сумки. «Ничего». Аня ещё раз посмотрела в залитую тусклым светом кабину. На полу валились травинки, какие-то листочки. Ей показалось, что там лежат клочки опалённой шерсти. Двери закрылись, и лев снова уехал по своим делам. Субтитры создавал DimaTorzok